Всем привет! Сегодня пятница, 23 августа. Вы смотрите вечерний выпуск сильных новостей. Вы готовы к трешнику? Я Мария Портова. Погнали! 13-летняя школьница попалась на наркоторговле. Жесткость без границ. Женщина выбросила собаку из окна. Попытка поправить зарядку обернулась смертельным ударом. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и пишите комментарии. Это нормально? В Гомеле подростки развлекались на крыше многоэтажки. Вчера вечером в сильные новости написала подписчица и скинула фото, где видно, как подростки развлекались на крыше малосемейки в самом центре Гомеля. Гомельчанка добавила, что выглядит это очень страшно. Надеемся, в следующий раз молодежь выберет более безопасный способ провести время. Помните, сильные новости сообщали о том, что в Гомеле появится парочка ландшафтных озер. Одно из них уже оборудуют. В начале августа сообщалось, что в Гомеле ко дню города появятся ландшафтные озера. Эту задумку реализует предприятие «Красная гвоздика». Искусственные пруды обустроят в районе корпуса номер 2 Аграрно-экономического колледжа, а также в районе школы номер 2. Как раз сегодня на пересечении Пролетарской и Гагарина обустраивает такое озеро. На месте работает техника. Фото и видео поделился подписчик сильных новостей. Семиклассница – наркодилер. Информации пока немного, но известно, что девочка сама нашла подработку. Сообщила свои данные, установила необходимые программы и взялась за дело. Она фасовала наркоту и разбиралась в крипте. 13-летняя школьница считала себя умнее всех, но оказалось все совсем не так. Сотрудники милиции раскрыли всю деятельность школьницы, и ее ждут явно не самые лучшие времена. Вот и попались. Комитет госконтроля нашел завышенные цены на школьную форму. КГК вскрыл нарушения в крупнейшем универмаге Гомеля. У одного ИП обнаружили детскую обувь из-за рубежа, одежду и рюкзаки без документов, подтверждающих качество и безопасность товаров. Под вопросом оказались более 400 позиций. Помимо этого, на товарах не было маркировки с информацией о стране происхождения, изготовлении, размере и составе изделия. На детские джемперы и брюки торговцы установили надбавки выше допустимого уровня, более чем на 40%. А еще один ИП продавал школьную форму белорусского производства завышением цены в 2,5 раза. Живодерка выкинула собаку из окна. Сильные новости писали ранее о женщине, которая выбросила чухохуа из окна 9 этажа. После чего она забрала тело и ушла в неизвестном направлении. Что же решил суд? Неуравновешенную женщину, виновной в жестком обращении с животным, приговорил к году исправительных работ с удержанием 20% заработка в доход государства. Какая же нелепая смерть. Мужчина поправил зарядку и умер. В Мозырском районе мужчина решил поправить зарядное устройство Bluetooth-колонки и был убит ударом тока. Компания из четырех человек устроила застолье и слушали Bluetooth-колонку, которая стояла на зарядке. В какой-то момент один из гостей увидел, что зарядка отошла и решил ее поправить. Такое решение стало фатальным. Клеммы подключения были открыты. К тому же к ним подходили два оголенных провода. Мужчина получил мощный удар током, от которого скончался. Сколько белорусов зарабатывают более 10 тысяч рублей? Об этом рассказали в Белстате. Правда, данные за май месяц. По данным ведомства, только 12 тысяч человек имеют доход более 10 тысяч рублей в месяц. Несложно догадаться, что больше всего таких людей в Минске. 9300 человек. В топе этого рейтинга специалисты сферы информации и связь. Почти 7400 человек. Вот это страсти. Белорус поджег сарай соседки, рассказавший его жене о любовнице. 58-летний житель Барановича привел домой любовницу, пока его жена была в отъезде. Соседка стала невольным свидетелем и поспешила все рассказать супруге мужчине. В семье произошел конфликт. Белорус затаил обиду на любопытную соседку и решил отомстить. Как-то ночью он облил бензином сарай женщины и поджег его. Найти поджигателя было несложно. Благо, никто не пострадал. Возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении либо повреждении чужого имущества. Вот это счастливчик. Белорус выиграл в покер более миллиона долларов. Счастливчика зовут Максим Воскресенский. Он выиграл крупный покерный турнир и пополнил свой чек на миллион и двести тысяч долларов. Участникам нужно было заплатить 100 тысяч долларов, чтобы получить стартовые фишки. Всего в игре приняли участие 35 человек. Деньги выиграли лишь пятеро. Лайк нашему земляку. Шокирующее происшествие на вокзале. Мужчина потерял ногу. Как? В нашей любимой России утром 23 августа трое мужчин не успели зайти в поезд «Новый Урегон-Москва» и стали запрыгивать в него уже после начала движения. Один из них оступился и провалился. Его госпитализировали с ампутацией нижней трети голени. И о погоде на выходные. Погода будет теплой и в основном ясной. Что отлично подходит для прогулок и активного отдыха на свежем воздухе. Боль и страданий она вам не принесет. В субботу днем плюс 27 градусов. Ночью плюс 14 без осадков. В воскресенье будет намного жарче. До плюс 30 днем и 16 градусов ночью. На этом у меня все. Подписывайтесь на наш канал. Присылайте свое видео, о котором мы обязательно расскажем. С вами была Мария Портова. Хороших выходных!